В российских школах близятся к завершению выпускные экзамены, а уже сегодня многие ребята задумываются, а кто-то уже и решил, куда будут поступать. На Чукотке начала свою работу приемная комиссия во всех учебных заведениях. Что готовы предложить абитуриентам в единственном вузе региона и многопрофильном колледже, расскажет Антон Кучин. В окружной столице начинают свою работу приемные комиссии. Здесь они проходят в двух крупных образовательных учреждениях – Чукотском филиале Северо-Восточного федерального университета имени Амосова и Чукотском многопрофильном колледже. С началом работы приемной комиссии в СВФУ проходит и защита выпускных квалификационных работ. Сегодня по специальностям электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теплотехника защищаются две группы. Комиссия серьёзная состоит как из представителей академической науки, так и производственных предприятий – Чукотэнерго и Чукоткоммунхоз. Сегодня выпускается 12 человек, это две группы. И позавчера у нас завершилась государственная инвестиционная комиссия по специальности информатика и вычислительная техника. Председателем комиссии была профессор из Санкт-Петербургского государственного университета имени Герцена. Ребята все защитились на положительные оценки. Председатель оставил очень положительные отзывы о наших ребятах. Студенты очного отделения уже получили предварительные договорённости о трудоустройстве по специальности. Один из выпускников, Виктор Редкоплётов, серьёзно задался темой энергообеспечения на Чукотке. На недавно прошедшем в анадре акселераторе бизнес-форума он представил модель береговой станции, использующей силу приливов и отливов. С этим же проектом он стал победителем Международного фестиваля научно-технического творчества «Отвинта» в Сочи. Но проанализировав местные климатические условия в своей выпускной квалификационной работе, будущий бакалавр представил другой проект, основанный на получении энергии с помощью силы ветра. Выступал с ВКР по теме повышения энергоэффективности возземляемых источников энергии для Чукотского автономного округа. Брал для расчёта в Силотово и вам. По моему мнению, защита прошла более чем хорошо, представлял её себе маленько по-другому, но в любом случае, защищался, думаю, хорошо. Чем планируешь заниматься в дальнейшем? Уже есть какие-нибудь договорённости о работе? Да, есть и договорённости, как и с нашим Чукотэнерго, так же и с Якутэнерго, когда мы ездили туда на практику. Ещё, возможно, буду поступать на очное обучение по классу магистра. Что касается набора студентов в этом году, то он будет вестись также по трём специальностям. Это электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теплотехника, информатика и вычислительная техника. На каждой специальности по 15 бюджетных мест на очное обучение. На заочное тоже есть 10 бюджетных мест по специальности электроэнергетика и электротехника. Для тех, кто окончил школу, приём документов начинается с 20 июня и продлится до 25 июля. Для тех, кто имеет профессиональное, среднее, профессиональное или высшее образование, приём документов будет вестись до 20 июля. Заявления могут подаваться как в письменной форме, так и онлайн через сайт госуслуг или личный кабинет на сайте вуза. Ну а Чикотский многопрофильный колледж в этом году готов принимать абитуриентов по четырём образовательным программам среднего профессионального образования. Это профессиональное обучение по отраслям, медицина, право и организация социального обеспечения, преподавание в начальных классах и по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих, сервис и туризм по 25 человек в каждую группу. В 2023-24 учебном году контрольно-циферном приёме установлено общее количество обучающихся в нашем учебном занятии на первый курс приёма зачисления. Это 210 человек. Из них 60 человек по программам профессионального обучения. Сроки обучения 10 месяцев. Это профессии слесарь по ремонту автомобилей, портной и штукатур. Ещё одна профессия по программам квалифицированных рабочих и служащих, программам среднего профессионального образования, это повар-кондитер. Эта профессия набирается впервые в таком формате. До этого мы набирали либо рабочую профессию, то есть программу профессионального обучения 10-месячную, либо программу специалистов среднего звена, то есть техники-технологи. Квалифицированные рабочие, это срок обучения оставляет их 2 года 10 месяцев. Срок обучения, поведённый в этом году новой профессии повар-кондитер, составит 3 года 10 месяцев. Здесь создана хорошая материальная база. По этой профессии уже проводили демонстрационные экзамены и региональный чемпионат, победители которого поедут на отборочные этапы соревнований. Обучиться на слесарям по ремонту автомобилей, маляра и портного можно будет за 10 месяцев. В этом году на эти программы обучения предусмотрено по 20 мест каждую группу. Вступительные испытания в колледже будут проводиться в конце августа за неделю до зачисления. Антон Кучин, Александр Кузьминов, Вести Чикотка.